Подрядчику поручено наверстать темпы отсыпки участков для многодетных семей. Такое решение занесено в протокол рабочего совещания по вопросам исполнения государственного контракта, которое состоялось в Департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа в минувшую пятницу. Ведомство является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из региональной казны на проведение этих работ. Очередное совещание прошло под председательством руководителя департамента Валентины Саутиной с участием представителей руководства Централизованного стройзаказчика, Нарьинмар Стройинвест, представителя прокуратуры Ненецкого округа, а также инициативной группы собственников участков. Первым в повестке совещания вопрос о причинах снижения темпов проведения работ. Как отметила, открывая совещание Валентина Саутина, подрядчику необходимо войти в график, как это было зафиксировано в протоколе предыдущего совещания. Для того, чтобы урегулировать все неурегулированные вопросы между заказчиком и подрядчиком, мы все-таки договорились, и нас жители поддержали, что мы будем проводить в департаменте регулярные встречи. Так случилось, что у нас получается еженедельные, хотя мы надеялись, что когда ситуация уже пойдет на урегулирование работы, возобновятся, то мы не будем друг друга отвлекать лишними какими-то встречами, совещаниями. Но пока ситуация такова, что не получается. Все равно у нас есть много вопросов, которые решаются только с участием департамента. Протокольные поручения у нас были. У нас были, конечно, не все встречи запротоколированы, но мы стараемся все-таки теперь ввести протоколы. Для того, чтобы не было потом каких-то разночтений. По итогам предыдущего совещания гендиректор подрядной организации был готов продолжить работу незамедлительно после оплаты промежуточного объема работ. Средства заказчикам перечислены, однако процесс возобновления работ по отсыпке вновь затянулся, отметила Валентина Саутина. В свою очередь, представитель компании «Наринмар Стройинвест» Алексей Филиппов сообщил, что работы по отсыпке на текущую дату возобновлены, а задержка связана со сменой рабочих вахт. Подрядчик выразил намерение отсыпать песок в конус и доводить все ранее отсыпанные участки до контрактной величины. Это еще более 30 сантиметров по всей площади. У вас отсыпки не было еще две недели, то прошу все-таки уплотниться. Сейчас время отпусков, детишки в школу не ходят, многие уехали в теплые края, поэтому отсыпать можно, наверное, и в две смены. В три, наверное, погорячилось сказать, но в две это точно можно отсыпать, и поэтому наверстать упущенное можно. Я очень прошу все-таки услышать и усилить работы, потому что до 30 октября у нас достаточно еще времени, и вполне можно выполнить весь объем, который у вас есть, на который обязательства. В целом, для завершения всех работ по контракту требуется решить вопросы с переносом линии электропередач, уборка зеленых насаждений в зоне работы, выбором технологии засыпки на потенциально болотистом участке. Мы сделали рабочую карту, которую в ЦСЗ я тоже направил. Здесь у нас деревья, здесь у нас деревья, а здесь у нас идет лэп, по которому нужно согласование. Единственное место, куда мы сейчас начали сыпать, сюда в конус, но это что было, когда мы сейчас по болотам там придем к какому-то, понимаем, у нас там не хватает, мы туда это все столкнем, мы сыпем, сейчас идем в конус. Как напомнила Валентина Саутина, по переносу линии электропередач вопрос уже проработан с Наринмарской электростанции на предыдущем совещании, и стороны могут приступать к этому этапу. Что касается зеленых насаждений, мэрия Наринмара соответствующее разрешение также дала. Как было отмечено по итогам совещания, к этим работам подрядчик может приступать незамедлительно с 22 июля. В части отсыпки потенциально болотистого участка Валентина Саутина предложила принимать инженерное решение на технологическом совете в понедельник, поручив подрядчику к этому времени представить результаты проведенных экспертиз. Еще одно решение, зафиксированное в протоколе по итогам совещания – время проведения совместного исследования, подтверждающего объемы выполненных работ. Вот в понедельник мы по электростанции туда приезжаем. На середину недели запланировано. На среду, 22-24 число, 24 июля. Вы совместно проводите съемку с вашими геодезистами. Еще раз одну контрольную. Опять делаете расчеты, но я не вижу острой необходимости в промежуточных таких уточнениях, понимаете. Потому что у вас все равно, вы должны выполнить условно 100% объема. Должны быть участки отсыпаны под эту отметку. И если сегодня их чуть меньше или чуть больше, это вообще не критично. Важно, чтобы весь объем был выполнен. Резюмира итоги встречи руководитель ведомства отметила, что исполнение всех протокольных решений будет сверено на очередном совещании по исполнению госконтракта. С учетом социальной значимости этих работ мы продолжим реализацию контракта пошагово, решая вопросы в ручном режиме, сказала Валентина Саутина. Напомню, контракт на выполнение вертикальной планировки земельных участков для многодетных семей в районе улицы Авиатров заключен между централизованным стройзаказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Дринмарстроинвест». Его стоимость составляет более 209 миллионов рублей. На отцепаемой территории формируется 84 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Эти участки были предоставлены горожанам мэрии «Дринмара» в 2012 году, но не были подготовлены муниципалитетом для индивидуального жилищного строительства. В 2017 году ответственность за решение этого значимого для населения вопроса взяли на себя окружные власти. По итогам торгов летом 2018 года был определен подрядчик, который на данный момент ведет работы.